Мой брат болеет с, кажется, 2003 года, и он меня подсадил на эту историю. Первый мой матч, это матч с работничками, 2005 год. Проходит наш локомотивчик в следующую стадию Лиги Чемпионов. Мы поздравляем, флот, право, ребята. На стадион регулярно хожу с 2006 года, гонял на уезда. В общем, богатая история за плечами. На самом начальном этапе знакомства Дима мне сказал, что даже если у нас с тобой ничего не получится, ты меня навсегда запомнишь, когда будешь видеть локомотив, и все о локомотиве. Все семьей пошли первый раз, потому что детям, наверное, еще в таком возрасте не так интересно. Они не очень понимают, что такое футбол. Подрастут, если им будет интересно, я только за. Если будет у них желание болеть, смотреть, переживать, то всей семьей, конечно, будем ходить. Если нет, то без проблем будут ходить на, не знаю, фигурное катание или что-то ему понравится. Когда локомотив выигрывает, Дима настолько счастлив, что чувствуется уровень какой-то повышенный градус счастья в атмосфере семьи. Поэтому мне всегда приятно, когда локомотив хорошо играет, и я там тоже болею. Когда у нас появились дети, мы находились в таком стрессе, что мы года на два примерно потерялись из жизни, и Дима два года не был на стадионе. Он первый раз пошел, я не помню, какой был матч, и что это было. И когда я увидела его эмоции, когда человек оживает, вот если есть что-то, что греет твое сердце, нужно обязательно продолжать этим заниматься. Если ты болеешь за локомотив, то ходи дальше и болей, и если какие-то негативные эмоции, то ты их здесь по-любому выплеснешь, крича, хлопа и так далее. И если команда выигрывает, то, конечно же, это тоже дает тебе дополнительные какие-то эмоции, и в твоей жизни это то, что нужно поддерживать. Те проблемы, которые есть, они так и будут, и нужно давать тебе возможности жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова